привет друзья ну ко мне обратились там с вопросом французский язык хотят выучить ну например можно ли с помощью метода ключ быстрее учить иностранный язык ну можно французский можно английский а вы помните я вам рассказывал о том что раков он гипнотизировал человека и в гипнозе внушал что тот лучше рисует но это он с детьми делал я конечно против этого потому что мы занимаемся навыками саморегуляции чтобы эти дети эти взрослые люди могли сами у себя снимать зажимы стрессы выходить на состояние уверенности освобождать себя всяких штампов шаблонов страхов ошибки и так далее были в таком состоянии как у райкова под гипнозом они были но чтобы человек сам мог это делать сам для себя и поэтому ключ конечно можно использовать перед занятием по английскому перед занятием по французскому вот это же ведь китай-городская профессора меня в свое время сергей познакомил зорин она была профессора и сейчас она занимается этим и там они группы есть где они по методике лозанова болгарского ученого тоже раскрепощаются снимают зажимы называется интенсивное обучение глубоко погружается в учебный процесс и быстро они на там нарабатывает навыки говорения поскольку раскрепощены и поскольку у них объем внимания шире мозг работает лучше настроение на освоение новых знаний вот теперь как это делается с помощью ключа но вы сначала представьте себе для интереса что перед вами сидит глубоком гипнозе человек вот он сидит вы ему даете какие-то команды но я немножко отвлекусь чтобы представили себе человека в гипнозе что это такое вы ему даете команды вы ему горите подними руку он поднимает опусти руку он опускает вы ему говорите держи руку вот так сожми кулак и ты не можешь ее разогнуть и он не может каталепсия ты ему говоришь а теперь ты будешь учить английский или французский или лучше рисовать а вон машина в этот момент а мы сейчас поймем до какой степени машина вот если в механизм перед вами это в глубоком гипнозе человек как машина выполняет все ваши команды совершенно не задумываясь как автомат автомат это машина так ну вот сколько можно команд ему давать и когда он например выскакивает оттуда если вы заставите думать о чем-то например когда вы ему не просто команду дадите какую-то команду которая заставляет размышлять вопросы какие вызываются этой команды и когда человек в глубоком гипнозе вынужден начать отвечать на ваши вопросы требующие размышлений и он оттуда выходит это первое обратите на это внимание то есть команды нужно давать я всем гипнотизерам которые занимаются гипнозом много лет назад объяснял что когда вы человека хотите глубже погрузить гипноз не давайте таких команд которые заставляют человека осмыслять что это как только он начинает думать мыслите вот обратите на это внимание он становится опять разумным то есть он уже перестает быть автоматом роботом он начинает мыслить потому что умышление это как раз таки связано с сопоставлением с анализом с принятием решений да и наверное он сопоставляет это человек согласуясь каким-то нечто высшим главным для него потому что были статьи научные интересные серьезные о том что не все можно человеку скомандовать потому что если вы ему даете команду убить кого-то например он не может он начинает нервничать потому что это с его высшим началом противоречит и он из гипноза выходит эту команду не выполняет но вот эта этика мораль нравственность внутри человека это то высшее через призму которого происходит у него как раз таки сопоставление всех приказов что выполнить что не выполнить как автомат поэтому люди которые так называемые с промытыми мозгами но это почти как гипнозе они вот если не до конца еще манкурты они если сталкиваются с какой-то внутренней этикой они не могут совершить того поступка который противоречит их самому глубинному духовному началу которое мы никаким гипнозом не изменишь вот же в чем дело так вот интересно правда конечно интересно так вот они человеку говорят в глубоком гипнозе возьми нож убить другого человека а тот начинает нервничать просыпаться выходит из гипноза поскольку это не соответствует его духовному началу но если его обмануть например под гипнозом сказать что это не ножа картонный нож так статьях было написано то он может думая что это не команда убить человека но обманули его он может взять действительно шернуть кого-нибудь так обмануть то можно и без гипноза в этом же дело то есть речь идет сейчас о командах их выполнимости и какое это имеет отношение к обучению иностранных языков языка вот какое вообще перед любой деятельностью если вы снимаете лишние нервно мышечные зажимы вы освобождаетесь от штампов шаблонов страха ошибки которые воздержит напряжение от излишней ответственности вот если бы пушкин который писал свои стихи за каждым словом так следил которая такую ответственность у него перо выпало из рук поэтому снимал лишнее напряжение подбирал себе то поэтическое вдохновение то состояние свободы регулируя свое состояние тем что он автоматически на полях своих произведений рисовал свои портретики женские головки вот это автоматическое действие у нас тоже вот допустим чтобы снять лишнее напряжение поэтому перед любым занятием если вы снимаете лишние зажимы напряжение физкультуры разминка и особо если вы подбираете действия соответствующие то есть синхронные вашему состоянию текущему в данный момент применение этих движений то вас быстро снимается поэтому поэтому если вы перед каким-то занятием перед английским языком перед французским и вообще перед любым направлением жизни если вы в любой сфере перед действиями ответственными для вас снимаете лишнее напряжение ну тогда естественно у вас эффективность обучения повышается многократно а а если вы еще это будете сочетать с глубоким погружением в эту нирвану в это не нулевое состояние в состоянии свободного сознания сами будете научились погружаться но за счет дозирования время времени использования по продолжительности приемов синхрогимнастики подобранной себе самых простых действий но это же мы вот сейчас будем делать ликбез затем будем делать вебинар и мы будем совмещать раскрытие творческих способностей способность обучаться быстрее новому это сегодня очень нужно люди многие меняют профессии потому что рынок труда он уже изменяется и вообще вы же понимаете что происходит то есть по существу чтобы человек мог научиться работать с неопределенностью любые изменения какие бы жизни завтра не произошли вы будете уже вооружены методом ключа поэтому я хочу чтобы мы провели ликбез и мы провели потом вебинар и тема такая была где-то там были бы вопросы в зуме чтобы выходили все задавали вопросы и по раскрепощению и по подготовке к деятельности и по здоровью чтобы задавали вопросы чтобы это такое совмещение но мне еще надо придумать название ликбеза и название вебинара я надеюсь вам интересно вообще эта тематика как вообще быть человеком и что для этого нужно дальше как согласовать духовное начало вот эту внутреннюю нравственность этику со своей раскрепощенной ну как-то это все сделать условиях жестких временных ограничений когда вам надо принимать ответственные решения чтобы быстро соображать это все чтобы соединить ну конечно и с раскрытием талантов и новых возможностей я думаю если у вас есть какие-то друзья которые студенты хотят быстрее и эффективнее учиться или дети школьники девятых десятых одиннадцатых классов вот вы их приглашайте туда вы их приглашайте туда во первых ликбез будет интереснее и вебинар будет интереснее почему потому что ну школа человек будущего homo futurus по своему замыслу миссии на самом деле же настроена не только на то чтобы больного человека приводить нормальное состояние мы же не клиника она настроена чтобы человек развивался умел управлять своими ресурсами включать у себя адреналин когда ему нужно победить да и включать у себя эндорфин когда надо восстановиться почувствовать радость и чувство счастья да пожалуйста пожалуйста приглашайте туда всех потому что это будет необыкновенно полезно для каждого наше сложное трудное время да очень важно я это объявление сделал специально для того чтобы вы побольше людей туда пригласили почему каждый день мне звонят по десятки раз постоянно несмотря на то что я говорил о том что я бываю за компьютером только после восьми все время звонят с просьбой о помощи так вот оказывается сколько людей находятся под диким прессом под диким прессом нервного напряжения потому что надо им как-то там эти кредиты там это все вот это все неопределенно что происходит с пандемиями и все прочее всем нужно поэтому срочно давайте соберем побольше людей и вечером мы объявим число сейчас вечером может прямо сегодня вечером мы проведем этот ликбез там будет написано ликбез ликбез у нас регулярные раз или два раза в месяц выходит да иногда выходит месяц вебинар всем доступны по цене одна тысяча традиционно уже столько лет стоит чтобы всем было это доступно записи вы там автоматом кто там участвует получаете пишите все а вебинарах на почту электронную не мне в личку пишите а только на почту пишите потому что не я этим занимаюсь вот этой почты а добровольные наши помощники они просматривают почту мне говорят у меня же времени хватает на все они помогают да и вы помогаете если хотите кто-то там у нас может отзовется и скажет а я могу вам сделать вот то я могу школе помочь вот тем то так это же мы все должны объединяться мы же человеки и наука человечности она сейчас будет активнее развиваться потому что я на разные темы сейчас делаю всякие ролики не только потому что у нас между теми и мы там хотим понять что и там уже применять и здесь можно и стать философами и стать художниками и стать поэтами а еще и потому что и людей больше привлекается он спортсмен она бабушка которая хочет правильно с внуком разговаривать и помочь ему там много разных людей поэтому у нас и между теми интересы разные и пытаемся обо всем на свете говорить на ликбез регистрируйтесь там чтобы на зум выходить ссылка будет скинуто на ю тубе это проводится объявление сейчас до встречи